Всем привет! Тимур, сейчас курс у нас не на Уфу, а на Серебряное озеро. Золотого нет? Золотого нет! Тугустимир – это одно из старейших сёл Оренбургской области. Вау, как красиво! Вот здесь как раз у нас сейчас будет пикник. Клёво! Лавочки здесь. Вот оно, озеро. Всё это Серебряный ручей и есть. Это же родник, да, Тимур? Родник и стекает вот сюда, вот в такое озерцо. Лавочка. Поставили лавочку. Сейчас будем здесь фотографироваться, фотосессию устроим. Как красиво! Вообще журчит ручей. Лес. Посмотрите, какой ручей. Вот он, родник. Из глубины леса. Вот сюда стекает. И посмотрите, как выложено всё камнями. Ну, вряд ли здесь купаются, потому что родниковая вода обычно очень холодная. Ну что, пройдём туда в чащу. Солнышко садится. Так красиво. Тимур пошёл уже куда-то в глубину леса, по неведомым тропам. Хоть бы камеру с собой взял. Слушаем с вами звуки природы. Этот родник впадает в озеро. Глубина озера около пяти метров. Ничего себе! Окажется, маленькая лужица. Просто вода прозрачная и кажется, что не глубокая. А на самом деле глубоко. И вода здесь 4 градуса. Плюс 4 градуса. Но, Тимур, говорят, что если окунуться, это живая вода. Большое содержание серебра. Говорят, что она лечебная. Я не рискну. Ты рискнёшь? Думает. Тимур думает. Окунуться? Нет. Окунуться? Нет. Так говорят, живая вода. Кто окунётся, тот выздоровеет от всех болезней. Ну да, 4 градуса. Шок. Сразу шоковая терапия такая. Ой, красиво как. Говорят, что даже при ангине горло полоскают этой холодной водой и помогает. Кстати, здесь вода и зимой, и летом плюс 4 градуса. Слышишь, Тимур? Вот так. И зимой, и летом 4 градуса тут держится вода. И окунулся. Окунулся? Умылся? Ну, пойду тоже хоть ручки полоскаю. Понимаешь? Ледяная. Так вот такая вода везде в Башкирии. Там же родники тоже. Вообще. О, холодная вода. Тимур, чтобы меня перестала... Моя мечта, чтобы меня когда-нибудь перестала укачивать, и чтобы я как в Новгороде путешествовала куда угодно. И в Турцию, в Эмираты, куда там, Тимур, хочешь. Это моя мечта. Я уже 17 лет страдаю от того, что не могу никуда ездить. Голову, Тимур, мою дурную голову нужно окропить этой серебряной водичкой. Надеюсь, мне это поможет. Я, конечно, не Алёнушка у ручья, но всё живу. Блин, как тут клёво вообще. Такой воздух. Мы ещё до Башкирии не доехали, а у нас, смотри, в Оренбургской области есть такое клёвое место. Тюльганский район. В километре от посёлка Ту-Густемир находится этот родник. Так клёво. Ручей. Ручей, да. Вода-то родниковая. Ручь 4. Всё. Я хочу есть. Водички попили, руки помыли. Всё, идём. Кстати, с серебром обеззараживающе. Да. Очень полезно при пандемии. А что ты, с удержанной серебра? Тимур, на самом деле, знаешь, почему называется Тугустемир? Я в интернете прочитала, потому что такая легенда существует. Охотник потерял здесь свои капканы. И ходил, их искал и говорил Тугустемир, Тугустемир. Было там 9 капканов. 9 железок. 9 железок, да. Переводится 9 железок. И вот так вот назвали Тугустемир. Но я сейчас беру на себя смелость сказать, что эта легенда неверная. Если здесь большое содержание серебра, может быть, здесь есть ещё и другие металлы. Может быть, здесь в этой воде содержится 9 металлов каких-то примесей, ценных. Поэтому в капканах-то какое особенное железо-то там, я не знаю, что уж прям, серебро, что ли? Вот. Я думаю, что поэтому. Но опять же, это легенда. Да, это совпадение. Это легенда. Так вот, мне тоже показалось, что такое совпадение, что 9 железок переводится, и в озере большое содержание серебра. Мне вот кажется, что как раз-таки с этим и связано. Да, тут месторождение ценных металлов. Фотосессию. Тимур, а здесь ступеньки, смотри, чтобы туда опускаться в воду. Вот там дальше глубина. Вот здесь, наверное, глубина, вот здесь возле мостика нет. Блин, ну я не рискну окунуться. А, Тимур, а помнишь, в Солилецке мы когда из Соленого озера вылезаем, там тоже стоят из скважины, да, вода? Да. Такая же? Да. А я же обливалась. Ну да. Может, нырнуть? Полотенце вела. Да, я взяла два полотенца. Помнишь, первое время в Солилецке я боялась окунаться, а потом прям это, бодрит. Ведь, наверное, такая же, столько же градусов, я думаю, да? Но только единственное, там сверху она вот так резко льется, хоп. А тут надо постепенно заходить. Наверное, не смогу. Еще если бы было жарко, в Солилецке очень жарко. А сейчас уже здесь прохладненько, свежо. Тимур так думает, я его подбиваю. Нет, не ладно, я пошутила. Все, давай, пойдем есть. Ладно, красивые кадры сняли. Тимур, а ты представляешь, какие в Башкирии красивые места, если даже здесь мы еще не доехали. И такое место. Ой, еще маленький ручеек. А откуда он вытекает? Откуда из-под земли. Смотрите, вот там вот ручей большой, а вот здесь маленькие ручейки, и они вытекают прямо из-под земли. Так, мне надо было калоши надевать. Клево. Смотрите, вот родник. И вон там родник. Я, кстати, калоши взяла с собой, потому что в Башкирии там сыро. Клевое место. Слушай, надо как-нибудь отдельно сюда приехать. Вот родник еще. Тимур, надо как-нибудь отдельно сюда на пикник приехать, да? С кем-нибудь, да? Можно палаточку поставить, когда жарко будет. Может, рискнем окунуться. Представляю, как в Башкирии будет красиво. Хорошо. Не, вот тут тоже здорово сделали. Это уже сейчас, наверное, вот эти вот мосточки сделали. А ты вот туда в глубину леса ходил. Там просто лес, да? А туда вон ручей утекает. Он туда уходит. Здорово. Мы вот привыкли к степным речкам. Дело в том, что степные речки, они текут по пескам. И там прям вода 30 градусов. Потому что если в тени 35, на солнце все 60. И вода теплая, как в ванной. И мы привыкли к такой воде. Слушай, а интересно, здесь рыбы есть? Наверное, нету, потому что очень холодно. А вот может быть из-за серебра, да. А у нас еще есть интересное место, соленое озеро в Оренбургской области. У нас есть уже два видео на канале. Мы в этом году не едем. Мы из-за пандемии сейчас едем туда, где, видите, народу нет. А в Солевеске всегда очень много людей. Поэтому в этом году мы туда не поехали. Лечиться. Органы движения лечить будем. Да, Тимур? Кстати, очень хорошо суставы лечат в соленое озеро. А теперь мы живой водичкой полечим. Голову. Тимур, я органы движения уже лечила. А вот головы еще нет. Пошли, поедим. Вот лавочку сделали. Короче, этот сценарий дома будем зачитывать, что в каком году построено. Потому что то ветер, то холодно, то интересно полазить тут везде. Читать дома будем. Все, фотки сделали для Инстаграм. Помочила свою дурную голову. Так, Тимур стол там раскладывает. В общем, я сегодня готовила картошку. С курицей. Тимур, яйца на завтра. Там еще пирожки есть. Пирожки, наверное, уже там, ближе к Уфе. А сейчас картошечку. В термос кипятка налили. Голосы надо собрать. Потому что ветер... В общем, у нас тут только так. С моей любимой прической, либо какую-нибудь гульку. Ой, как хорошо. А ветер-то здесь успокоился. Там везде был ветер такой сильный. Ну, а от ручья идет прохлада. Солнышко садится. Ну, вот мы так и хотели. Медленно путешествовать. Сегодня у нас четверг. К понедельнику надо вернуться домой. В общем, у нас есть пятница, суббота, воскресенье. Три дня, чтобы поблудить по вот таким вот местам. Интересно. По природным заповедникам. Столик у нас. Два стульчика. Сумка-холодильник. Так, вот здесь вот. А, Тимур, вот эти вот с творогом. Их тоже нужно сегодня съесть. Это к чаю. Сейчас чай будем пить. Хлебушек. Здесь каша растворимая на утро. И дошираки. А там печеньки, конфеты. Так, бокальчики. А бокальчик вот здесь внизу. Там вот прям корзиночка. Вот эту корзиночку полностью я так сделала, чтобы ее прям вытащить. И в ней там всякая мелочевка. Только ее надо было сверху корзиночку поставить с конфетами. Потому что мы еще остановимся чай пить. Но я думала, пирожки раздавятся. Поэтому сейчас переложим, как удобно будет. Вот здесь чай. Я вот специально корзинку, чтобы вот так ее раз, например. Давай столик прям к машине сюда пододвинем еще поближе. Вот видите, потом вот эти вещи можно будет на передние сиденья все переложить и спать лечь. Вот такой у нас пикник в райском уголке. Ну, действительно, так свежо. После нашей жары оренбургской. 130 километров. И окунуться в такое вот райское место. Нет, окунуться-то я не окунулась. Ну, прям так это хорошо здесь, прохладненько. Там на жаре не хотелось даже есть. А здесь прям посидим сейчас, побалдеем. Мы сегодня выспались, долго спали. Поэтому даже если стемнеет, потихонечку до уфы доберемся. А главное еще в темноте место там найти, вот куда пристроиться. Так, ну все. Сейчас я буду наливать чай, садимся. Так, Тимур, одна кружка там, а вторая вот тут вот крышка. Кстати, у нас есть плитка. Вон она, плиточка. И чайничек. Это для того, чтобы кипятить и потом наливать в термос. Но пока мы из дома вот взяли, у нас чай есть. И вот картошечка с кулочкой. Все, всем приятного аппетита. Комарики-то уже летают. Я взяла там средства, кстати, от комаров. Дету. Потому что в Башкирии комаров много. А мы как раз туда и едем. Тимур, ты где? У Тимура привычка уходить. Ты где, Тимур? Вот смотрите, вот этот родник, да? Вот кто бы догадался, что там внизу родник. И такое красивое глубокое озеро. Вот видите, здесь вот такой подход к роднику. Вот они, ступеньки. Очень красивые фотки получились. Здорово. Объехали ручей с другой стороны. Серебряный, серебряный ручей. А вот тут сам источник. Камушки так выложим. А вот и здесь родник как раз. Здесь воду набираешь. Вот так вот с двух мест вытекает. Видимо, раньше вот с этих труб водичка не брала. Сейчас вот из-под низу. Откуда-то оттуда. Вот тут из-под земли бежит такой мощный ручей. Камушками все. Ну что, напоследок еще умой. Умойся еще перед дорожкой. В родниковой водичке. Холоднючая. Холодньочая. КОНЕЦ Вот она аллея из сосен По двум сторонам посажены сосны Мы уже выезжаем Пихта Лиственница Я их не отличаю, я их не отличаю Я не знаю, что я умничаю, я их не отличаю Я их не отличаю Еще начало только нашего путешествия Прошел только один день, даже половина дня Но мы уже в восторге от этого места Там темно прямо в лесу Еще бы туда зайти, поснимать Я чувствую, что мы ночью приедем Нам нельзя Канадский клен Нам нельзя эти путешествия в такой короткий срок Видишь, мне надо везде остановиться, все пофоткать Ну все, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки Подписывайтесь на канал С вами были Несса и Тимур Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok